Анатолий Валентинович, сотрудник 1-го коллекторского бюро по поводу задолженности звоню. Сумма двух задолженностей 52 530 рублей МДМ банк. Почему оплату не производит Николай Валентинович? Сейчас, секундочку, подождите. Ага. Алло. Алло, алло. Да, да, да. По поводу задолженности звоню. Я понял, я услышал, да, услышал. Ну, потому что у меня нет этой задолженности, наверное, поэтому я не плачу. Какие ваши доказательства, Николай Викторович? А какие ваши доказательства, что у нас существует? Договор сессиями. Пришлите, пожалуйста, мне его на адрес указаны в кредитном договоре, если он у вас умеет. А вы знаете, как вообще выглядит договор сессии? Да, видел, видел. Ну вот. 600 страниц вам никто отправлять не будет, понимаете, по почте. Не заказаны письма вам никакие. Ну, это, понимаете, это все слова, вводящие меня сейчас в заблуждение. Если вспомните 230-й федеральный закон, там четко прописано, что вы не должны вводить меня в заблуждение. Я делаю вам пока замечание, не надо вводить меня в заблуждение. А никто вас не вводит? Не вводит. Теперь я вам скажу так. Я представлял интересы людей в суде. Ага. И там был предоставлен договор сессии. Он не был на 600 страниц. Понимаете? Коллекторское агентство обращало. Договор сессии от кого? От кого? В смысле? Ну, вот нам ванг, нам ванг. Нет, я вам еще раз говорю, если бы вы пошли в суд, у вас был бы нормальный договор сессией не со списком должников, а с одной-единственной фамилией. То есть, когда вам надо... Мы же в суд не подаем. Так вот, я про что говорю, когда вам надо, вы делаете его так, как положено, а не списком. А для того, чтобы послать мне, у вас желания нету. Ну, а раз у вас желания нету, ну, потому что, понимаете, вот, ну, все же логично. Вот почему вы просите сейчас, сколько там, 52, 52. Вы точно так же можете сказать 205. Так же можете сказать миллион 15. Любую сумму. Мне надо увидеть документы. Документы. То есть, вы документы видите, в этот же день идете и оплачиваете? Да ну, не существует никаких документов, молодой человек. Ну, не существует. Ну, если вы в течение года... Да ну, почему не звонил-то? Почему не звонил? Нет, зачем мне звонить невиновному человеку, у которого вообще долгов нет? В смысле? А вы считаете меня виновным в чем-то? Молодой человек, вы аккуратней, пожалуйста, с выражением. Разговоры точно так же записываются. Понимаете? В чем вы меня... В чем вы меня... Да нет, я просто могу службу судебных приставов принести. У вас уже за этот месяц, ну, каждую неделю вы, во-первых, мне звоните больше положенного, больше положенного. И некоторые сотрудники пытаются ввести меня в заблуждение, а один даже умудрился меня оскорбить. Вот когда накопится достаточное количество записей, возьму детализацию в службу судебных приставов, и если вы помните, то на вашего работодателя может быть наложен штраф до двух миллионов рублей. Поэтому будьте аккуратнее, пожалуйста. У вас лицензия-то на запись телефонных разговоров имеет? Она мне не нужна. Ну, как же, не нужна? Я считаю, что сейчас происходит противоправное действие, что мне звонят какие-то мошенники. Поэтому я имею полное... Звонят, звонят, не важно. Имя полное право записывать это. Пока вы ничем не доказали, что вы не мошенник, понимаете? А у меня есть такое подозрение. Я вас не обвиняю, но у меня есть такое подозрение, понимаете? Поэтому я очень спокойно могу все записывать. Ни одного документа я не видел в глаза. Вот сначала мне звонил, если не ошибаюсь, кредит экспресс. Сейчас звоните вы, вот по всему, вот по этому беспонтовому типа долгу. У вас документы даже нет, мои данные, вернее, не соответствуют действительности. Не соответствуют тому, что было прописано в кредитном договоре. Поэтому, поэтому я вынужден как-то пока особо отказываться. От общения с вами. Ну, давайте сделаем так, Николай Викторович. Если же непосредственно мы с вами договоримся. Все документы вам наш сотрудник выездной группы придет, покажет. Ну, год назад я это слышал. Я год назад слышал. Ну, нет, я этим не занимаюсь. Я этим не занимаюсь, Николай Викторович, понимаете? С удовольствием, приезжайте прямо в руки подростки с меня, я распишусь. С удовольствием. Понял, понял. Вот, я вашу позицию понял, тогда более вопросов не имею, Николай Викторович. Всего доброго, до свидания. До свидания. Я трубку никогда первую не ложу, чтобы не говорили, что я сбросил. Да не, ничего страшного. Я вот с вами закончили разговор. Да, все, телефон ложу, до свидания. До свидания, всего доброго. Здравствуйте, друзья. Это Кузнецов Дмитрий, Алям, компания. Ну, скажите, правда же, классный ролик. Спасибо автору. Четко, конкретно, уверенно, размазал этого вымогателя, попрошайку. Никаких документов, как год назад, так и еще через год, ничего не будет. Это всем понятно, ясно. Договор сессии на 600 страницах. Вот идиот-то путает список должников, которые его работодатель имеет. То есть это можно действительно распечатать на бирже должников, зайти при определенной компьютерной грамотности и распечатать и более чем 600 страниц. Но это список должников и не какой-то не договор сессии. Договор сессии заключается в отношении одного лица. Во всяком случае, в формате кредитных отношений с банком. Ну, тут комментировать особо-то нечего. Понятное дело, что помимо запретов о введении в заблуждение, тут еще можно кучу всяких аргументов привести, которые будут, назовем это так, фиксировать факт нарушения законом звонящего. Да и самое главное, вот это тоже лицензия на запись. Что это за бред несут? Какая лицензия? Это откровенно рассчитано на дебилов. На дебилов, которые боятся любых официальных слов, которые боятся этого голоса из трубки. Это же до какой степени нужно быть неосведомленным, неуважающим самого себя, чтобы верить в этот бред. Лицензия. Ты мне звонишь. Ты вторгаешь со мной личное пространство, кто бы ты ни был. Я имею право вести запись переговоров. Я могу вести видеозапись, фиксацию любых вообще отношений со мной. И даже с представителем власти. По закону я не имею права это делать только в здании, допустим, полиции, в здании прокуратуры, в здании суда без особого разрешения. Понимаете, все остальное подойдите спокойно и снимайте сотрудника полиции, как он осуществляет законную деятельность. Мы их выбрали, мы имеем право контролировать и распространять эту информацию. Никого не слушайте. Нет такого закона, который запретил бы вам записывать переговоры с коллекторами или с банкирами. Нет такого закона. Никакая лицензия не нужна. Ну, ладно. Это все детали. Немного от темы. В описании нашего ролика есть все необходимые ссылки для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Кто не подписался на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь. Кому понравился этот ролик, пожалуйста, ставьте лайк. На связи был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании Алиан. Всего вам хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!